Анализируя минусы и плюсы российского форекс рынка, специалисты приходят к разным выводам. Проблемы неизвестны почти всем трейдерам, характерны и для России, и для иных стран СНГ. Поэтому их разрешение в России играет роль столь же большую. С одной стороны, форекс – это наиболее демократичная, простая, понятная, доступная площадка. Брокеры максимально упростили процедуру регистрации, открытия счета, создали простые торговые платформы, свели к минимуму размеры на устного стартового капитала. Каждый желающий может зарабатывать на сделках с валютами, индексами, металлами, фьючерсами и иными инструментами. Это подняло финансовую грамотность граждан, породило отдельную прослойку россиян, что научились получать большие доходы на форекс. Брокеры все время совершенствовали технологии ведения дел, предлагали новые типы сервиса, проводили обучение клиентов. Также видно отсутствие госрегулирования, и это привело к тому, что на рынке появилось много брокеров кухонь. Пользуясь доверчивостью, рекламируя условия сотрудничества с трейдерами, как наиболее, они физически не обеспечивают доступ к поставщикам ликвидности. Также они предоставляют тех сопровождение на высоком уровне. В итоге люди просто лишались своих средств и ничего при этом не заработав. То есть на рынке России все еще параллельно существуют честные компании и кухни. Конечно, исправить ситуацию и защитить трейдеров России от кухонных компаний может лишь сама страна. Не случайно больше года в Госдуме рассматривается предложение о регулировании внебиржевых рынков. Уже принят закон о введении макролегулятора, по которому главная часть функции связана с регулированием финрынков, переданных Центральному банку России. В компании Pantone Finance отмечают, что так был дан старт к улучшению ситуации на рынке Форекс. Но как сейчас трейдеры могут обезопасить себя от плохих сюрпризов, что связаны с работой брокеров. Pantone Finance входит в прошлой осенью в состав экспертно-консультативного комитета представителей Федерации России по бюджету финансовым рынкам. Сейчас и дальше идет диалог между представителями брокеров Форекс в госрегулирующих структурах. Pantone Finance и отдельные компании брокеры России переходят на лицензирование новой юрисдикции. Это создает более удобные условия для трейдеров в период ввода-вывода средств со счетов. Рынок Форекс России скоро начнет работать по новым, четко определенным и понятным правилам. За это клиенты брокерской компании, сумевши в первом им перейти на новые рельсы, останутся выигрыши, поскольку их права будут максимально защищены как на законодательном уровне, так и благодаря гарантиям самого брокера. Сотрудничество с такими компаниями, как Pantone Finance, особенно выгодно в переходный период. Не ожидая окончательных решений со стороны государства, они делают все, чтобы организовать сотрудничество с трейдерами на принципах прозрачности и применение четко установленных всем понятных правил.